Уже неделю в Самарской области стоит аномальная жара. Средняя температура воздуха 32 градуса со знаком «плюс». Все больше самарцев предпочитают переправляться на правый берег Волги. Красота в этом плане. Мы сели, переправились на отдыхе. После того, как сняли некоторые ограничения, наверное, люди рванули отдыхать. Простор, природа, конечно. У Мики – небольшие двухъярусные теплоходы, которые переправляют самарцев, ходят каждые два часа. Самое популярное направление – до села Рождествено. Ольга Журавлева родом оттуда, там и живет. В Самару переправляется каждый день по работе. Говорит, хотелось бы, чтобы речные перевозки были чаще. Летнее время не устраивает. Народу много. Пустили их через два часа. И особенно по выходным толпа неимоверная стоит. С велосипедами, с собаками, с детьми, с рюкзаками, с ведрами. И надо хотя бы через час. Как в прошлом году ходили они через час, так и надо сделать. Переправа на Омиках пользуется повышенным спросом. На улице уже за час до отправления выстраивается очередь. Самый популярный остров – Проран. На нем, кроме пляжа, есть и домики, и деревья, в тени которых можно переждать пекло. А также теплые затоны. Маргарита Данилова считает такой отдых идеальным для детей. Конечно, много. Такая жара стоит, такое аномальное лето у нас в этом году. Сейчас, конечно, жара, конечно, почаще. Большие промежуточки, потому что сейчас будет опять весь этот омик забит. Перед входом на омик всем пассажирам выдают маски, ведь в регионе по-прежнему действует масочный режим. В помещениях и транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты. А чтобы сократить количество самарцев на борту, до рождествена теперь выполняют 20 рейсов в день. Первый теплоход отправляется в 6 утра. В выходные дни, когда пассажиропоток становится больше, планируют организовать дополнительные рейсы. Чаще теплоходы будут заходить и на остров Проран. Там запланировано 11 остановок в день. Мария Левина, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.